Здравствуйте, дамы и господа, с вами Самир Азизи и это Азизи Паткаст. Сейчас хочу вам рассказать про бой, который я только что увидел. Бой Алжаса Жумагула против Джерома Риверы. И, боже, какой это был шок для меня увидеть то, что я увидел. Короче, Жумагулов только что победил в этом бою, в первом раунде. Но самое, что я не ожидал увидеть, это то, как Жумагулов победил. Ну, давайте по порядку. Оба бойца, и Жумагулов, и его оппонент Ривера, они оба в UFC были, но ни разу еще не одерживали победу в UFC, именно под UFC баннером, да. И суть была в том, что, так как Жумагулов перед этим тоже проигрывал, тот, кто проиграет этот бой, должен навсегда, по идее, покинуть UFC. Поэтому ставки были очень высоки для Жалгаса Жумагула, дамы и господа. Поэтому здесь, что я увидел. Да, он классно победил. Он победил просто офигительной гильотиной, такой фронтальный удушающий прием в стоячей позиции, дамы и господа. Вы знаете, бонус Жалгаса Жумагула за эффективность этого удушающего приема просто обеспечен промоутерами UFC. Да, на Уайтаст стопудово заметил именно этот момент. И даже Джо Роган, несмотря ни на все, еще и Джо Роган также про него комментировал. Сам Джо Роган встал с ним в октагон, сделал с ним интервью. Я вообще не ожидал, что Джо Роган будет на прелиминари боях, да, на этих предварительных, но он там был, поэтому этот бой получит очень классный промоушен. Но давайте по порядку, что реально произошло. Да, мы знаем, что Жумагулов до этого в боях проигрывал. Но именно в этом бою он все равно был фаворитом. Но самое, что прикольное, это то, что все от него всегда ждали просто драки. Что все говорили, что он кидает здоровенные бомбы, да, что он там, капец, просто бьется на кулаках. То есть все ждали, что он победит, возможно, более-менее, да, то есть на ставках, на всех этих, на букмейтерских конторах и так далее. Но все думали, что он победит именно своим объемом своих ударов, да, то есть он переборит именно Риверу именно в ударной позиции. Но Ривера на тот же момент также является борцом и гораздо выше ростом. То есть, но что сделал Жумагулов? Просто вопреки всем ожиданиям, он стал бороться вместе с Риверой. Он пытался провоцировать Риверу на борьбу, на борьбу в партере, потом быстро его поймал и быстро подловил его на удушающий. То есть это была очень умная позиция со стороны его тренерского состава, которую он также благодарил, потому что они как раз-таки подловили свою оппозицию и всех остальных, кто на него ставил, на то, что Жумагулов будет там биться на кулаках с ним, да, просто в стоячей позиции. Это первое. Второе, это то, что мне кажется, после своих проигрышей Жумагулов осознал всю серьезность ситуации и в то же время он стал себя более комфортно чувствовать себя в октагоне, да. То есть если во время первых боев все равно, мне кажется, был какой-то мандраж, то есть столько внимания, UFC это здоровенная платформа, весь мир на тебя смотрит, то наконец-то в этом бою Жумагулов уже более-менее стал себя ощущать более комфортнее, более расслабленнее. И мне кажется, потому что ставки были настолько высоки, Жумагулов знал, что проигрывать нельзя, что нет вообще никакой возможности на поражение, на ошибку, и он все сделал очень четко. Да, там проскочили пару лоу-киков, но Жумагулов отлично все провел, отлично все сделал. Прошло пару ударов по телу Жумагулов от Риверы, но он их тоже выставил, то есть абсолютно не потерял концентрацию Жумагулов, и мне это очень понравилось. Это значит, что только начиная с этого боя Жумагулов, если он остается в UFC, а мне кажется, что он остается в UFC, то Жумагулов, Жалгаз Жумагулов будет только лучше, дамы и господа, только лучше, поэтому я реально взволнован, так сказать. Мне прям хочется посмотреть еще какие бои нам покажет Жалгаз Жумагулов для нас с вами. Ребята, поэтому скажите мне, что вы думаете по поводу этого боя? Мне кажется, вы можете этот бой посмотреть сейчас везде, потому что он очень короткий, даже в инстаграме можно где-то увидеть его. Что вы думаете по этому поводу, какие должен, может, какие-то сделать изменения Жумагулов, либо наоборот, остаться таким, как он есть? Но мне понравилось то, что он наконец-то осознал, что не обязательно просто боксировать или биться на кулаках, что можно, конечно же, побеждать соперников удушающими приемами, ребята, на сабмишине. Поэтому, ребята, с вами был Самир Азизинь, не забывайте подписываться, ставить лайки. Я с вами буду обсуждать бои, бокс и ММА. Всем спасибо, всем до свидания.